Вы, наверное, не раз наблюдали, что цветки многих растений на ночь закрываются. И лишь растения, опыляемые ночными насекомыми, с наступлением темноты как бы прогуждаются. Но вот ночь позади. С первыми лучами в солнце природа вновь оживает. Значит, кроме ростовых растения могут совершать и другие движения, например, под влиянием смены дня и ночи. Но вот влизится гроза. Потемнело. И многие растения, как эта водяная лилия, закрывают свои лепестки. Вот еще интересный пример движения растений. Нежные листочки и стыдливые мимозы складываются от любого прикосновения. Это тоже влияние среды. Ведь родина мимозы — влажные тропические леса. И это движение — защитная реакция мимозы на сильные дожди. Движение растений происходит при изменении температуры и влажности воздуха. Этот вид движения можно наблюдать, например, в поле, в жаркое летнее утро, когда только что сошла роса. Тычиночные нити многих злаков начинают расти прямо на глазах. Вскрываются пыльники и, подхваченная ветром пыльца, разносится по всему полю. Итак, смена дня и ночи, изменение температуры и влажности, то есть условия окружающей среды, влияют на движение растений. Особые движения совершают растения, которые называются насекомоядными. Они встречаются в основном на болотах. Недостаток азотистых соединений в болотистых почвах насекомоядные растения восполняют довольно своеобразно. Добывают их из стены насекомых. Посмотрите, как насекомое, привлеченное капельками блестящей жидкости на листе росянки, прилипает к его поверхности. К насекомоядным растениям относится и венерина мухоловка. Вот многоножка коснулась чувствительных щетинок, и листовые пластинки тотчас же захлопнулись. Движение растений под влиянием внешних условий одно из удивительных явлений природы. Субтитры создавал DimaTorzok